Здарова народ, добро пожаловать на канал Неплохо Маква. Сегодня у меня поход на блошиный рынок. Погуляем, посмотрим, что продают, сколько все это дело стоит. Поищем каких-нибудь классных, антикварных, ну или советских вещей. Погнали! Рынок у нас находится в такой вот парковой зоне. Соответственно, видите, под деревьей везде расставлены лотки, народ что-то продает. Погуляем, посмотрим. А, смотрите, сколько всякого разного ржавого хлама. Целая куча советских будильников. Ух, раритетный. Понятное дело, что ничего не работает, только на запчасти. Смотрите, какая штука прикольная. Пластинки вытирать, да? Да. Я ни разу такую не видел. А сколько это стоит? Это стоит 100 рублей. 100 рублей. Клево. А почем календарики? 10 рублей. Целой коллекции. 90-й год, 90-й. 86-й, 90-й, 91-й. Здесь у нас всякие рыбацкие штуки. Мы, кстати, вот такие вот очень часто на магнит ловим. Прямо постоянно. Причем даже состояние гораздо лучше. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши магнитные рыбалки. Часы клевые, большие. Весна. Здесь сбой. Да, с подписью дорогим родителям в день серебряной свадьбы от детей в 82-м году. А будешь этот трансформатор брать? Вот это да. А сколько такие часы стоят? Ну, пока тысячу. Тысячу. Пока тысячу. Но, может быть, и дешевле. Надо подождать. Можно. Смотри, друзья, что нашел. Пульки для пневматики советские. 350 штук сделаны. Я бы вот за такое отвечаю. У меня была пневматическая винтовка в детстве. Меня отец где-то с ДСР достал. А с пулями были страшные проблемы. Где вот их покупать? И мы что-то катали шарики из фольги. А сколько такие вот стоят? 200 рублей пачка. 90-й год. Мы катали шарики из фольги. И с них стреляли. А это, конечно, вообще прям вещь крутая. Было. Сейчас в любом магазине их полно. Тут прям вообще все подряд, короче. Начиная от засушенных яблок, картин и всякие журналы. Вот в таких местах нужно выйти повнимательнее. Порой вот среди этого хлама лежит что-то действительно прикольное. Главное рассмотреть. Ну, а еще если нужный инструмент, всегда нужно приходить на блошиный рынок. Потому что все знают, что качественнее советского инструмента нет ничего. Ну, в смысле такого вручного. Молотки, ключи, фуганки. И все на самом деле дешево. Там молоток 100 рублей стоит. Ключи по 50. Ну, смотрите, прикольно. Детский. Вообще, блин, у меня маленького-маленького ребенка противогаз. В начальной школе у нас такие были. 50 рублей штука. Так, любители музыки. Баян, восток. Сколько баян стоит? 5,5. 5,5, ничего себе. А он, ну, работает? Конечно. Даже меха не растянут. Прикольно. А эти иголки почем? 450 иголки граммофонные. Да, друзья, тут на самом деле антиквариат рядом с прям откровенным хламом. Ну, к примеру, граненые грязные стаканы. По 15 рублей. Что такие вот банки с сокровищами у меня забавляют? Все погряют. И вот такая же история. Люди, которые продавцы, они сами приезжают на антикварных машинах. Вот, например, крутейший Мерседес. Так, посмотрим, что у нас здесь. Аптечки. Ну, это, наверное, пустые подснасти больше использовать, потому что на самом деле у них же были наркотические вещества, и такие штуки запрещено. О-о-о-о, у меня такой был... Ой, советская сжигалка, сто лет таких не видел. Много прикольной мелочухи. Тут, кстати, все по 50 рублей. Вот его, смотрите, какая вещь крутая. Водный пистолет, пишите в комментариях, у кого такой был. 100 рублей. Отрудно, что ли, масло. Откуда улетелся. Всех голов. Коммунистическая партия Советского Союза. Ничего себе. У кого был такой? О, прям, реально антиквариат. Кто-то чердака достал. Рекорд. Интересно работает. Ну, судя по количеству пыли, нет. Ну, выглядит, конечно, очень круто. Еще электроника с того же самого чердака, мне кажется. Люблю я вот такие вот чемоданы с советскими игрушками. Прям как в детстве. Мне был вот такой, но зеленый. Кстати, стоит сейчас 30 рублей всего. Такого не было. Так, мы смотрим, что здесь. Здесь, кстати, всем по 100 рублей в этом чемодане. Поэтому приценивайтесь, друзья. У кого что было? Сейчас, на эту какую-то прям... О, козленок. Козленок у меня такой был. Это прям мое детство. Так, больше ничего. Пока свыло, не такие грязнящие. Вот так, друзья. Когда-то это были наши игрушки. А теперь почти антиквариат. Пороемся здесь. Ну, здесь ролики, понятное дело. Счеты детские. Вот классная штука, смотрите. Это печать с датой. Но... Видите, 1981... Да, это чисто 1981 год. То есть вот. Нет, 81, 82, 83, 80. То есть это вот печать, которая проработала все 80-е. И сейчас совершенно бесполезно. Бритва. Такие я помню в детстве все. Говорю, надо такую найти и сделать из нее. Аппарат наколки набивать. Я не представляю, как это делалось. Но вот всегда говорили, что такой нужен для наколок. Вот так, друзья. Я сегодня погуляю по Блашиному рынку. На самом деле, жара страшная. На улице стоит не так много продавцов в целом. Но есть достаточно хорошие вещи. Беглуху маклай, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok